В Карагандинскую область пришла зима. Ожидается усиление ветра и понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Службы ЧС уже спасли более 50 человек из снежных заносов. В Петропавловске открыли счет первой жертвы гололеда. Травпункты работают в авральном режиме. Только за один день к медикам обращаются за помощью 70-80 человек с переломами разной степени тяжести. Сотрудники полицейской службы Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области стали донорами. Акция была приурочена ко Всемирному дню пострадавших в ДТП. Она проходит ежегодно в середине ноября. В Караганде прошел второй открытый фестиваль детского творчества. В этом году на конкурс съехались коллективы со всей Карагандинской области. В общем, это более полутора тысяч человек. В Карагандинскую область пришла зима. Ожидается усиление ветра и понижение температуры воздуха до минус 30 градусов. Службы ЧС уже спасли более 50 человек из снежных заносов. 12 ноября в 40 километрах от города Каркаролинск сотрудниками ДЧС Карагандинской области из снежного заноса было эвакуировано три человека. В этот же день в Абайе на 920-м километре автодороги Казаларда-Павладар произошло столкновение автомобилей марки BMW и Audi. В результате ДТП пострадали и были госпитализированы в клинику имени Макожанова два человека. Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области с помощью гидравлического инструмента из автомобиля BMW был освобожден человек. Также 12 ноября в городе Тимиртау на 1050-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург произошло столкновение автомобилей марки ВАЗ-2112 и ЗИЛ. В результате ДТП пострадали и были госпитализированы в центральную городскую больницу города Тимиртау два человека. В автомобиле марки ВАЗ-2112 был зажат человек. Пострадавшего освободили с помощью бензореза. 11 ноября 16-12 сотрудника ДТП по ЧС Карагандинской области, а также служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДТП по ЧС в составе 4 человека личного состава и одна из техники из изолированного снегом временного вагончика села Бесуба Каркаралинского района, Бесубинского сельского округа. Это относится вообще к району карьеры Алайгр. Его эвакуировано 3 человека. 13 ноября в районе села Курлус съехал с автодороги автомобиль марки «Ауди». На место ДТП была направлена одна единица техники и 5 человек личного состава оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили водителя автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи. В Петропавловске открыли счет первых жертв гололеда. Травпункты работают в авральном режиме. Только за один день к медикам обращаются за помощью 70-80 человек с переломами разной степени тяжести. Порядка 400 жителей Петропавловска стали жертвами гололеда. Граждане жалуются на работу коммунальных служб. Улицы города превратились в настоящий каток. Пенсионерка Маргарита Ричкалова выходила из автобуса, поскользнулась и упала. Женщина рассказывает, что когда обратилась к врачам, оказалось, что у нее сломана ключица. Ключицу осколочную, там где-то все это сломалось. Вот это сейчас торчит, вот такая операцию делать нельзя, возраст. Операцию делать нельзя. Срастется, говорит, с дефектом, ну и пусть с дефектом, либо рука работала. Количество травм среди населения за последние несколько дней увеличилось в разы. Медики травмпункта 3-й городской больницы работают в усиленном режиме. В частности, обращались с травмами луча в типичном месте со смещением, ломали растяжение связок. Госпитализировано в отделении травматологии около 30 больных. Большинство на обследование. Прокомментировали ситуацию представители городского Акимата. По словам Ерика Рамазанова, работы по обработке дорог песко-соляной смесью проводятся каждое утро. Ну как, много было понятий, что такие же люди иногда так неосторожно. В основном здесь подсыпка проезжей части, тот варус, идет ежедневно. И такие случаи исключить, это уже форс-мажорные масса обстоятельств. Как отмечает Ерик Рамазанов, также на сегодняшний день с улиц города убрано 8 тысяч кубических метров снега. Сотрудники полицейской службы департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области стали донорами. Акция была приурочена ко Всемирному дню пострадавших в ДТП. Она проходит ежегодно в середине ноября. Безвозмездно кровь сдавать полицейские будут в течение недели. Именно столько продлится благотворительная акция. Уже к 12 часам дня более десятка сотрудников полиции стали донорами. Данная неделя безопасности дорожного движения приурочена к Всемирному дню погибших в ДТП. Сегодня в Центре переливания крови сотрудники местной полицейской службы сдают кровь для пострадавших в ДТП, то есть для взрослых и также для детей. Данная акция у нас проводится каждый год. В этом году уже сотрудники органа внутренних дел сдают второй раз. Участковый инспектор Каратаусского РУВД Мадир Сейдалиев сдаёт кровь не в первый раз. Не понаслышке знает, как необходима помощь для тех, кто попал в катастрофу и планирует, что сдача крови станет у всех его коллег традиционной. Бывает наезд на пешеходы. Например, вот 4 месяца назад по улице Арбекова-Адербекова наезд на пешеходы 3 человека умерло. Вот там одна девушка, девочка 12 лет, потеряла очень много крови и не доезжая до больницы умерла от потери крови. Я хотел бы помочь таким людям, кто потерял много крови. Как говорят врачи центра, такие акции безвозмездной сдачи крови здесь проходят регулярно. И в них участвуют служащие самых разных государственных структур. К 25-летию независимости у нас много проходит таких же акций. Вот недавно кровь сдавали сотрудники Центра обслуживания населения. Чиновники городского Акимата приходили. 3-4 раза проводили свои акции активисты молодежного центра. Различные организации к нам идут, и это хорошая тенденция, очень нужная людям. В этот раз кровь сдали более 200 сотрудников полиции, но впереди еще целая неделя. И банк-центр еще пополнится необходимой для жизни людей кровью. В Караганде прошел второй открытый фестиваль детского творчества. В этом году на конкурс съехались коллективы со всей Карагандинской области. В общем, это более полутора тысяч человек. В этот раз декану Майкудука переполнено и зрителями, и выступающими. Все они – участники фестиваля конкурса детского творчества. В репертуаре этого коллектива более 30 номеров. Однако представили зрителям один из лучших. Я являюсь руководителем студии «Современно танца Бест». Сегодня мы привезли танцевальную композицию «Чунга Чанги». Мы готовились к этой встрече на конкурсе. В течение месяца мы работали. На протяжении двух дней творческие коллективы со всей Карагандинской области демонстрировали свое творчество. В этом году мероприятие прошло с размахом. Количество участников увеличилось в разы. Это фестиваль-конкурс детского творчества «Тай-тай-баскан-балапан». Этот конкурс организован для того, чтобы находить новые таланты, когда особенно дети с трех лет начинают свои первые шаги. Этот конкурс создан для этого. Конкурс проходит два дня. Вчера у нас был вокал и театр мод, сегодня хореография. И мы очень рады. Оказывается, у нас очень много талантливых детей в нашей области. Мне кажется, Карагандинская область вся танцующая. За второй день творческого состязания на сцену вышли более 40 творческих коллективов. Жюри конкурса – это профессионалы отрасли. Победители выбирали отдельно в каждой возрастной группе и по каждой номинации. Танцевальный калейдоскоп участвует сегодня в открытом детском творческе «Той-тай-бей-балапан». Мы участвуем уже второй год на этом конкурсе. В данный момент у нас танцевали малышечки в бэби-категории. Мы получили первое место, чему мы очень рады. Только номинация «Хореография» делилась на пять разных категорий. Это классический, народный, современный танец и не только. В общем, победителей ждали именные кубки, дипломы и благодарственные письма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА